Полицейские разыскивают женщину, которая пропала при очень загадочных обстоятельствах прямо в центре города. Известно только, что дама ехала до банкомата снять крупную сумму для покупки квартиры. Об этом знали только родственники, всего несколько человек. Фёдор Червяков провёл собственное расследование, и вот его репортаж. Утром она обзванивает морги и больницы, вечером выходит на поиски своей матери. Анна Гольберг признаётся, практически не спит и не может понять, куда пропал её самый родной человек. Каждый день она проходит по несколько километров в поисках хоть какой-то информации, но пока безрезультатно. Мы отбегали абсолютно весь район, и Люберцы, и Журебнина. Заглянули в каждый закоулок, в каждый такой закуточек, в лестницу, куда идут подвалы, которые спускаются. Там пусто, ни следов, ничего нет. К поискам уже подключились волонтёры, в рейд выходят группами, но тщетно. Она места себе не находит. Мать, по её словам, всегда была на связи. В тот день Наталья Вергеневна вышла из дома, зашла в ближайший продуктовый, там её видели очевидцы. А потом, по словам родственников, на ближайшую станцию метро, чтобы доехать до Москвы, до банка. И там снять для дочери внушительную сумму на покупку квартиры. О покупке квартиры, уверяют родственники, знали только самые близкие. Квадратные метры хотели приобрести за наличное. Я не знаю, может быть, кто-то из банка слил информацию. Может быть, кто-то видел, как она снимает крупную сумму денег в самом банке. Как-то могли подстеречь, не знаю, там ударить по голове. Доехала ли вообще женщина до станции Таганская, где и находится банкомат? Сейчас выясняют следователи. Без их запросов банки не дают информацию о снятии наличных с карты. Через два дня после исчезновения у женщины включается телефон с помощью функции обнаружения. Родственники понимают, она здесь, на станции Таганская, в торговом центре, недалеко от банкомата, куда и собиралась. Но дозвониться до неё не удаётся. А по приезду сюда выясняется, что её телефоном пользовались совершенно посторонние люди. У этих подростков оказался телефон пропавшей женщины. И в этом магазине они покупали к нему батарею. Где и при каких обстоятельствах мобильный попал к ним в руки, предстоит выяснить следствию. Родственники тем временем надеются на любую информацию, которая поможет найти Наталью Гольберг. Фёдор Червяков, Борис Маричев. Экстренный вызов.